Всем доброе утро! Доброе утро! Точнее, добрый... Добрый день, да. Мы уже очень много дел сделали. Я съездил в машину и сделал. Да, у нас же вчера... Короче, слушайте, вчера что мы не рассказывали. Вчера ни настроения не было, ничего. Мы заехали в Алькампу, все закупили, поехали домой и... Была пробка. Ну да, была пробка, я решил ее объехать по национальной дороге. И мы на этой национальной дороге заглохли. Слава Богу, что мы не поехали по автописте. Ну, по автостраде. Так бы мы там еще больше сделали бы пробку. Вот, мы, короче, как обычно проторчали кучу времени там. Часто два с половиной. Нет, ну да, два с половиной. Мы дома были уже в пол в одиннадцатом. С восьми до пол в одиннадцатом. Мы заглохли. Вот. Вызвали эвакуатор, нас отвезли в машину. Там лопнул наш шланг. На топливный. Верни на себя. Ты же рассказывай. Нет. Я тебе рассказываю. Нееет. Селфи нашу эту дубину сломаешь Рассказывай Держи Ты держи, ты взял Ладно, лопнул шланг на топливный Поэтому не поступало топлива И мы не могли завести То есть мы заглохли, раньше я мог завести Когда она глохла Потому что топлива не поступало И нельзя было Завести Какова она снимаешь снизу? Ой Я готовлю кушать и снимаю одновременно. Вот, шланг поменяли, но не знаю точно, решили ли проблему с тем, что она у нас плохо заводилась. По крайней мере, компьютеру подключили, все проверили, проблем никаких нету. Но хотим купить одну запчасть и поменять, потому что мы скоро поедем далеко-далеко-далеко-далеко. Там далеко, траля-даля. И наша машина у нас работала все-таки хорошо. Это не дело будет, если мы уедем и нас идет свечи вибратор. Хорошо, что у нас страховка в машине полностью покрывает расходы на эвакуатор. Потому что один вызов эвакуатора у нас стоит 100 или 150 евро. В зависимости от километража. И в этом случае ты понимаешь, что ты не зря платишь страховку. Да, потому что мы уже отбили от них все деньги. За два эвакуатора, за два раза отбили годовой платеж. Да. Так что... Сейчас мы покушаем, а что мы будем делать? Не знаю, мне нужно домонтировать видео, потому что пока Ваня ремонтировал, ездил в машину. Ну, держи. Угу. Я отсняла два видео. Да. На цветком и на бьюти. На бьюти я уже почти от этого... Ну, смонтировала, там чуть-чуть осталось. А вот на цветком надо смонтировать обязательно сегодня. Ну что, пока покушаешь, пока отдохнешь немножко. На Тибидаву мы не поедем. Не поедем, да. Я разговаривал с мамой, она говорит, что этот парк, он для слишком маленьких детей. Там только два аттракциона. Таких более... Ну, не то, что взрослые. Более-менее. То есть Кольцо Бодрения и Американские горки. Ну, там, блин, для маленьких детей. Для маленьких, да. Блин, тратить нам с тобой 30 евро. На одного человека 60 евро. Да, 60 евро еще плюс дорога. То есть это где-то у нас 70 евро уйдет. Что нам нужно будет покушать. Ну, можно, конечно, с собой взять. Ну, не факт, в том том, что тратить столько денег, а потом и не получить никакого удовольствия. Ну, да. Мы не будем. Мы можем просто когда-нибудь туда съездить, поснимать там. Ну, ну, что там не снимали. Один раз вроде был влог, но там было очень ветвенно. Да, держи. Или же будем когда с твоей сестрой ездить, уже раз выйдет. Ну, да, можно. Чтоб самим с вами не ехать. Вот. Так что в Акуф парк, в парк аттракционных мы сегодня не едем. Завтра приезжает бабушка. Ванина. Да. Ванюшкина бабушка приезжает. Да. Я, к сожалению, не смогу ее встретить, потому что мне нужно в универ. Там оценки у нас вышли. Мне поставили низкий балл. Пойду разбираться. Вот, а я поеду вместе с тетёлей и с Надей. Мы втроём поедем встречать папушку. И папа тоже на работу едет. Да, потому что дядя Вова на трансфер едет. Да. Короче, мы с женским составом... Кто попросил, она приезжайте. Кому нужен трансфер, обращайтесь. Ссылочка в описании по видео. У нас есть ссылочка в описании? Я вставлю. Не забудешь? Нет. Так что мы с женским составом завтра поедем встречать бабушку. И ещё пополнять женский состав. Пополнять женский состав. Так, еда почти готова. А я вас буду дома кушать, готовить, встречать. А ты там чуть-чуть не рассказывала? Рассказывала. Да? И чё? Не рассказывай на камеру. Я не буду рассказывать, я тебе сейчас по секрету расскажу. Мама, держи. Спасибо. Приятного аппетита. Мы тут лежим на кровати и планируем сегодняшний наш день. Короче, мы думали пойти в зоопарк. Потом решили, что нет, в зоопарк не пойдём, потому что приедет моя двоюродная сестра с племянником. И нужно будет с ними пойти в зоопарк. Зачем туда ходить два раза, если нам нужно будет пойти уже с гостями. Плюсом... То есть мы будем убивать, короче, два зайца одним выстрелом. То есть и сами сходим, и заодно гостей отведём, чтобы они тоже посмотрели. То есть всё, что касается музеев различных в Барселоне, всё это отпадает. Потому что мы будем ждать, пока все приедут, чтобы всех потом туда сводить. Пляж. На обычный пляж ехать не хочется. Ну, вы уже знаете, что мы обычные пляжи не любим. А чтобы ехать на такой красивый пляж со скалами... Да, очень далеко. Далеко. Час-полтора вот так вот нужно будет потратить только на дорогу. Это нашёл такой крутой пляж. Да? Да, но это нужно ехать за... Короче, от Плайдара ещё километров 50. Фух, ничего себе. Да, в сторону Франции. Ничего себе. Ну, там, короче, прямо перед Францией. Да? Угу, там есть красная скала, она называется. Круто-круто. Всё в скалах. Мы туда поедем, такая... Снега там поедем. Вот. Потом и аквапарки. Ну, в аквапарк нужно ехать с утра. Потому что сейчас нет смысла в аквапарк ехать, потому что он уже через часа 20 закроется. Да, и у нас ничего не приготовлено. Мы не хотим там ничего покупать. Там дорого. И мы хотим как бы наготовить кучу всего. Еды, они имеют в виду. Ну, да. И там накрыть такую себе поляну и есть, сидеть. Смотреть, как купаются все, и на них смотреть и кушать. Я думаю, может, мы сегодня займёмся генеральной уборкой. Потому что... Ну, по идее, не очень интересный. Потому что послезавтра у нас мы пригласим всех гостей. Будет такое мини-новоселье, скажем так. Потому что бабушка в первый раз будет у нас дома. Ну, завтра мы идём в порядок. Когда? Утром. Какое утром? Когда будет жарко тут. Завтра утром мы просыпаемся и едем к твоим родителям. Ты меня там оставляешь? Нет, не просыпаемся и едем. Мы просыпаемся, завтракаем. Ходим, бродим. Потому что нам в 11 или в 12 даже... Подожди, самолёт прилетает в час. Вы выйдете, наверное, в 12. Ну, так, Зая, мы спим до 10, до 11. Вот, а ты сегодня в 8, я сегодня встал. А я в 9, да? Ну, да, я. Да. А, ну тогда мы сегодня рано встали. Сегодня мы молодцы, прям. Так что, уборка отпадает, по крайней мере, у меня настроения нет. Хорошо, но что у тебя есть настроение? Не знаю. Гулять идти и просто шляться по городу? Пошли с прудом. Не хочу. Не хочу с прудом. Что там делать? Там жарко, все подные. Там все сухие. Просто сейчас на улице 40 градусов жары, а уже вечер. А жара не спадает. Что? Вообще, я голодная. Я есть хочу. Предложил, что делать. Сейчас вообще, поедем по Икеа гулять. Поехали в Икеа. Там, блин, в Икеа чревато ездить. Ну, купишь, такой фигни не нужно. Нам на 100 200 евро. Как обычно это... А Катя, откажу, говорить, начнем. Говорит, все эти главные, эти свечки, они никому не нужны. Зая, ты что такое говоришь? Это все неправда. Конечно, неправда. Они никому не нужны. Я, кстати, смонтировала видео. Отсняла два видео, два видео смонтировала. Короче, молодец сегодня. Да. Угу. Надо, кстати, деталь купить, заказать сейчас. А чем мы займемся? А, для этого? Для машины? Да. Через интернет купим. Потому что официальном магазине стоит 100 евро, а через интернет 35. Пф, разница-то какая. Большая. Ну, я не знаю, оригинальная она или нет. Какая разница? Какая разница? Какая разница? Все, поехали. Куда? В зал. Пойдем. Пойдем в зал. Вставай. Давай, давай вставай. О, ты кофейку сделаешь. Я кушать буду готовить. Пока будешь кушать, готовить. Не, хотя кофе нет. Там соль есть холодный. Давай лучше сок. Давай. У нас, кстати, мороженое закончилось. Закончилось? Ну, там осталось совсем мало. Да ты че? Блин. Мы че съели ту? Два с половиной килограмма, да, мы съели. Ну, вообще-то ты съела. Подожди, у тебя неровночки. Все равно неровно. Бровь, опусти. Опусти. Так, о. Так и держи. Пойдем. Так, че мы? Есть будем? Кушать хочешь? Хочешь кушать? Нет. Нет? Не хочешь. А я хочу кушать. Я йогурт наелся. Я под все что-нибудь сварю. Сваришь? Да, я сварю. Макароны? Да. Ты ж не будешь? Нет. Слушай, тут нужно будет эту музычку вставить. Почему? Потому что... А, вот эта песенка, которой я люблю макароны, да? Да. Да, которую вконтакте нам прислали. Угу. Это песенка про меня. Про кайти отточку. Потому что буду есть макароны. Я буду не просто макароны есть. Я буду супер макароны. Спешно есть. Да, вот такие мы будем. Мы все-таки выбрались из дома. Да. Мы собираемся в одно место. Но мы... Ну, папа что-то пойдем. Не рассказывай. Не рассказывай. Мне кажется, что в доме все классно. Когда мы собрались. Да. Но мы сегодня туда не пойдем, потому что нам позвонили наши друзья, которые, помните, были беременные? Беременные были. Так вот, они же уже родили, наверное, и малым уже... Кстати, двойнято родились. И малым уже, наверное, месяц с копейками. Вот. И нам позвонили, и мы идем, короче, к ним в гости. Так интересно на них посмотреть. Да? Я жду здесь, вначале. Вот. Так что я очень радостная. Мне так хочется. Я так уже давно малюсеньких детей не видела. Так что сегодня мы будем лицезреть малышей. Кстати, родился мальчик и девочка. Вот. Но я, естественно, там ничего снимать не буду. Дети чужие. Снимать их нельзя. Вот. Ну, вот такая вот у нас сегодня будет прогулочка. Катя выбирает памперсу. Памперс выбирает. По-моему, вот эти. Ну, да, единичка. Вот. 2-5 килограмм. Да. Вот они. А нет большой упаковки? Только такие. Двали только такие. Тогда нужно взять парочек. Тут их 30 штук. На сколько им? На один. На один. Катя с мамперсами. Такие малюсенькие. Смотри, какие маленькие детки такие. Вообще масякосенькие. Так, ладно. Сколько возьмем? Не знаю. 2, может, нормально будет? Три возьмем. 4. По 2. Кажем. Катя решила забрать все памперсы. Мало не казалось. Мало памперсов не бывает. Много не бывает. Много тоже. Мало бывает. А вот, да. Много не бывает. Смотрите, вот эти мишки. Вот интересно, это им надо? Они сейчас совсем маленькую. Ладно. Пока с памперсами разобрались. Помимо памперсов, которые теперь окружат меня со всех сторон, мы еще купили вот такие вот мишки. Но мы купили нам. Нам купили. Шоколадные мишки. А внутри как это белая штуковина. И такие. Такая мягкая. Катуранов. Смотрите. Она, смотрите, такая мягкая. Как чуть-чуть, вот эти мягкие. И еще поделаю челлендж с этим. А, пуглый кролик. Кролик. Вот это эта штука. Да. И такая вкуснятина. Просто очень вкусно. Да ладно, очень вкусно. И шоколад очень вкусный. Так что мы едем и... Все, мы уже едем домой. Ребята, какие они хорошенькие. Они такие маленькие. Но так как их двое, они двоняшки. И они по размеру и по килограммам меньше, чем обычные младенцы, которые, ну, как бы поодиночке рождаются. Такие маленькие. Там ручки. Они, ну, наверное, пол моей руки. Вот моя рука. Вот до локтя. Вот такие вот. По крайней мере, девочка Ева. Она вот такая вот. Такая малюсенькая. Масипусенькая. Прям вообще такие лапулечки. Лежат, спят, ушки уже проколоты. Такие хорошенькие. Зай, тебе понравились детки маленькие? Маленькие. Конечно, так что мы зарядились вот этой вот детской энергии. Потому что у них дома хорошо, да, такое ощущение очень хорошего. Хорошим. Да, мы Наполеон ели с чаем. Вкусняшка. Я сказала, что она завтра сделает. Да? Я такого не говорила. Ты сказала? Нет. Да, я сказала. Ой, надо будет сделать такой тортик. Это сказал Ваня. Вот, ты это и сказал. Я такого не говорила. Надо будет сделать Кате такой завтра тортик. Ну, надо, значит, купить коржи, но у Меркануна уже все закрылось. Меркан, так завтра же ты будешь готовить. Давай сделаем так. Я приготовлю крем, а ты приготовишься остальным. Эйч, какой хитрый. Ладно, я ничего не буду готовить. Лучше, да? Нет, не лучше. А ты когда вот завтра буду готовить? Вот именно, что завтра нет. Мы решили пойти в кино. О, тут как раз очереди небольшие. И вроде как вышли миньоны. Поэтому мы сегодня в киношку идем. Ну и что там? Там у нас аппараты есть. Что? В смысле пусто? Ну, нет. Три человека только купили билеты. На миньонов? Да. О, круто. Будний день классно ходить. Да. Будний, дни людей мало. Ну, мы посмотрим. Миньонов на миньонов. Мы посмотрим сегодня. На миньонов на миньонов? Да, не в третьего числа. Да. Я думал, что это седьмое. А сегодня седьмое? Да. Значит, я думал, что я там. Миньончиков будем смотреть. Ты пока покупай, я пошел куплю наггетсы. Кушь наггетсы? Нет, Зай. Давай наоборот, я пойду тебе наггетсы. Нет, мы купим этот. У нас сеансов десять. Сейчас двадцать пять минут всего. О, а наггетсы? Что, подожду? Все, мы купили билетики. У нас прям вот в девять тридцать начинается мультик. Ваня побежал за наггетсами. Вот. А мы... А я жду. Ладно, пойду с ним. Че я тут одна буду торчать? Вот. Обошлись нам два билета в кино. Пятнадцать евро. Сколько у вас кино стоит? Я думаю, намного дешевле, чем у нас. Так, идем в Бургер Кинг. О, реклама. Мы уже сели. Катя боялась опознать на рекламу. Я боялась пропустить начало мультика. Мы купили картошку, фри и наггетсы. Мы, короче, смотрим рекламу мультика. Просто обалденно так усмеемся. Маскотов называется, то есть домашние животные. Мы досмотрели фильм. Классный? Правда, тебя не видно. Короче, классный мультик. Это концовка. Насмеялись и душу. Мы сидели в очень большом зале. Такой, вуу, ничего не видно. Сюда, где выход? Идем к выходу. Что, натер кроссовками новыми? А вот и выход. Ну, как тебе, зай? Неплохой мультик. Ну, были ржачные моменты? Ну, были моменты тоже такие скучноватые, да? Ну, мне кажется, этот мультик все-таки больше на детей рассчитан. Потому что дети смеялись в зале, угорали чуть ли не со всего, что там показывали. Я знаешь, на какой теперь хочу пойти мультик? Маскотас. Короче, реклама была, мы показывали домашние животные. Вообще, вообще обалденные. Ну, по крайней мере, кусочки, которые показывали, обалденные. Как обычно показали самые смешные кусочки. Наверное. Ребят, мы так замерзли в этом зале, потому что там кондишен на всю работу. У меня ноги задубели, я к себе вот так прижала. Потому что мне было так холодно. Тебе не холодно было? Ну, прохладно, но я не замерз. А я замерз. Ты потрогай меня, я все холодные. Хорошо, теперь до завтра. Особенно ноги. У тебя же губы синие. Посинели, Губи? Губи. Кошмарик, губи, посинели. Что делаем дальше? Домой едем. Идем домой? Да. Ну, поехали. Да, на этом. А ну что? Спать ложится. Спать ложится? Да. Ну, ладно. Пусть поехали домой. А ты что хотела? Не знаю. Еще не придумал. Ну, пока будем ехать домой, ты думай. Так, выключаем кондишен, а то я уже замерзла. А то я подзамерзла. Я буду клубнику. Водишь клубнику? Ну, я не хочу клубнику. Клубнику не хочешь? Ну, я хочу сок. Какой? Банановый сок. Банана. Вот мне банана. Банана. А я буду клубнику. Вот я думаю, чем ее. Просто так что ли съесть? Не, не хочу. Не хочу сок. Я вот это думаю. Не, мне бы смешивать. Угу. Может, с сахаром? Не очень. Ну, ты решай. Я пошел. Ты куда? Ты куда-куда-куда-куда-куда? Ладно, ребятки. Буду я монтировать влог. Ложиться спать. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!